Я, можно сказать, себя считаю солдатом. Я солдат. Добавим, солдат театра и кино, но не рядовой. И представлять его не надо, а лишь вспомнить некоторые из сыгранных ролей – юного Тиля или чудака профессора Паганелли. В 70-е годы всесоюзную известность начинающему эстонскому актеру Лембету Ульфсаку принесла роль Тиля Улиншпигеля в знаменитом тогда фильме. Артисты стали нарасхват приглашать разные киностудии страны. Еще через 10 лет популярности добавила роль профессора Паганелли в телесериале Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта». Конечно, широкому кругу зрителей он знаком как киногерой. Более 100 фильмов на его счету. Но Лембет Ульфсак – один из самых знаменитых и любимых актеров театра в Эстонии. Его театральная судьба началась в 1971 году в Молодежном театре под руководством легендарного режиссера Вальдемара Панса. Позже Ульфсак перешел в один из старейших национальных театров – эстонский драматический. И тут тоже был связан с режиссером Панса, постановки которого в те годы создали высокий имидж театру. Здесь работали такие великолепные мастера, как Мик Микивер и Юрий Ярвид, с кем нашему герою также довелось встретиться на сцене. Около 50 ролей сыграны Лембетом Ульфсаком на театральных подмостках. Несмотря на свою киношную популярность, а может быть и из-за нее, звание заслуженного артиста Эстонии Ульфсаку присвоили, когда ему было уже за 40. В творческой биографии артиста было более 15 лет без театра, когда он работал на Таллинфильме и только снимался. Сегодня именно театр – его главная любовь. Уже 15 последних лет он полностью во власти театра. За свои заслуги Лембет Ульфсак удостоен в 2006 году Ордена Белой Звезды. Это одна из самых высоких и почетных государственных наград Эстонии. Встречу с Тилем 30 лет спустя подарил нам театральный фестиваль «Сон в зимнюю ночь», который проходит в Таллине. Ни одно поколение зрителей знает и помнит этого артиста. А кто еще не знаком, приглашаем к разговору. Всегда есть то, что прочно всех нас связывает и объединяет, особенно в искусстве. Из чего состоят актеры? Не только из ролей, но из встреч, воспоминаний, из книг, из звезд, наконец. Лембет Ульфсаку в июле 60. Самое время поговорить и про свою жизнь в искусстве. А в чем, собственно говоря, дело? Нужно перевалить через хребет. Вершины уже видны. Так вперед же и без колебаний. У меня сейчас очень такой, как бы сказать, хороший, что ли, период. Потому что иногда кажется, что плохой период, что слишком много работы. И я не жалуюсь. И, честно говоря, как вы сказали, после 45-ти, тогда тоже не жаловался. Потому что для меня большая радость. Если работы мало, значит дома можно быть больше. А если скучно становится, тогда хорошо, когда работы много. Я сейчас занят в шести спектаклях. В прошлом году был занят в одиннадцати спектаклях. У нас не очень большая труппа. Где-то 40 человек. И мы часто участвуем в таких спектаклях, где нужно участвовать. Нужно, чтобы оттуда вошли три мужика. Вот я один из них. И поэтому я не привык отказываться от ролей. И участвую там, где предлагают. А сейчас у меня период, где я играю такие спектакли, где вхожу, три часа говорю и потом иду домой. И поэтому немножко, так как мы это интервью делаем в конце года, можно сказать, немножко устал. Эстонский театр драмы, уже отметивший свое 85-летие, похоже, не растерял юношеский энтузиазм, с которым он появился на свет. В репертуаре традиционно много классики. Но открывать новых эстонских авторов театр считает делом всей своей жизни. И с задачей справляется. Пьеса молодого драматурга Андреса Кивиряхка раскрывает перед нами историю старой усадьбы и одной эстонской семьи. Умер старый Андрес. И на поминки собирается весь род. В наши дни, пожалуй, только на похоронах и встретишь всех родственников. Неожиданно выясняется, что внук покойного тайно женился. И поминки плавно переходят в импровизированную свадьбу. Оживают общие воспоминания, разгораются старые страсти. Мне гарантированно, что я не могу, чтобы я не закончу. Если я не закончу, я не закончу. Если я не закончу, я не закончу. И я уверен, что я не закончу. Весной еще две большие работы. Я сейчас работаю в маленьком проектном театре и играю в «Чайке» Чехова Аркадину. И мой сын играет треплево. Это такой странный проект. В этом театре работают сыновья и дочери нескольких актеров и предложили нам отцам и матерям тоже участвовать в этом спектакле. Так что мы играем в этом спектакле. Как бы семейный получается спектакль. И постановщик, финский постановщик Смеч, он до сих пор не ответил мне, я буду в платье или в костюме. Вы рассказывали о проекте «Передвижной театр на телегах, на колесах». Летний такой вариант. Я не помню, о чем я говорил, но мы летом этот же спектакль, что вы вчера смотрели, поминки по-эстонски. С этим спектаклем мы играли почти 20 представлений по Эстонии. И там было совершенно другое оформление. И мы выступали на больших сценах, по 2 тысячи человек на улице. У нас такие перческие поля почти в каждом городе есть. И вот, может быть, я говорил об этом проекте. Если бы все-таки пришлось выбирать между театром и кино. 10 лет назад я выбрал бы кино. Потому что я 10 лет назад, 15 лет назад, так как я сам видел и решал, я, ну, скажем так, годился в кино. Сейчас я выбрал бы театр. Потому что я самому себе в кино не нравлюсь. Я не нужен кино в моем возрасте. Кино – это все-таки искусство для молодых. Слушай, Лера. Я хочу сказать тебе все. Но хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Это во-первых. Да? А во-вторых? Да, ну нет. То есть, а ты? Я? А ты! Чего ты кричишь? Налить тебе кофе? Нет, ты мне скажи «да» или «нет». Я могу сказать, что кино – это любовь моя. И я очень, очень нужный и очень образованный зритель стал. Я очень много смотрю фильмов. Почти каждый день. И я люблю кино как зритель. Намного больше, чем театр. Я в театр довольно редко хожу. А участвовать я привык уже в театре. И я знаю, что это мой дом. У нас вышел спектакль на Нила Саймона «Соль ночные ребята». Это про двух пенсионеров эстрадного жанра, которых хотят снова пригласить на воспоминательный такой вечер на телевидении. И вот они 11 лет между собой не разговаривали. И вот им нужно теперь выступать. Это был довольно известный фильм Чаком Лемоном. И забыл с кем еще. Сегодня я играю в шестой раз. В эстонском драматическом театре, по нашим меркам, труппа совсем небольшая. 32 актера. А премьер много. До 13 в сезон. Более 500 представлений за год. Хочется особо отметить, что все спектакли на большой сцене Национального театра идут с синхронным переводом на русский язык. Комедия «Весельчаки» по пьесе Нила Саймона – одна из последних предновогодних премьер театра. Эту пьесу уже ставили в эстонском театре драмы четверть века назад. Играли в ней замечательные артисты Юрий Ярвид и Аарне Юкскюла. В новой постановке сегодняшние звезды эстонского театра – Тырну Карг и Лембит Ульфсак. Один очень важный момент. Я играл в кино всегда на чужом языке. Я должен был привыкать к тому, о чем я говорю. Я должен переводить в голове все время это. И это немножко психически... Ты устаешь от этого. И поэтому я сейчас играю на родном языке, в театре. И мне кажется, что в данный момент это окей. Ну, пусть меня повесят, если я понимаю, что происходит. А знаете что, мой ученый друг? Может быть, вы что-нибудь перепутали благодаря своей бесподобной рассеянности? Вы слишком много позволяете себе, майор. Так почему же вы его не понимаете? Да потому что этот туземец очень плохо говорит. Ну, пожалуйста, я сейчас вам покажу книгу, по которой я ежедневно изучаю испанский язык. Пожалуйста. Что это? Это «Лузиады», поэма великого Камоэнса. Камоэнс? Да. Пожалуйста. Мой несчастный друг Паганель. Камоэнс – португалец. Вы уже шесть недель изучаете португальский язык. Отправиться в Индию, а оказаться в Патагонии, изучать испанский язык, а выучить португальский. Знаете, если дело так дальше пойдет, то в один день, вместо того, чтобы выбросить через окно сигару, я выброшу сам. О Белорусском театре вы ничего не знаете? Я только знаю, что сериал «Каменская» снят в Минске. Да. А про театр я, к сожалению, ничего не знаю, потому что не видел, нет возможности видеть, так же, как, наверное, белорусы не знают об эстонском театре. Ну вот мы стараемся их немного просвещать, делая программы. Не хотелось бы терять тех связей, которые можно еще не потерять? Очень важно не забыть язык, потому что это тоже связывает. Если бы я не знал русский язык, мне бы в Белорусском театре было бы трудно. И я, конечно, говорю плохо по-русски, но мыслю хорошо, потому что я читаю много по-русски. А практики у меня, может быть, один раз в месяц удается говорить на рынке, на русском языке. Ну вот, таким образом мы дали вам возможность поговорить, и не только на рынке. Спасибо большое. В самый раз. На колени. Рот свой позоришь. Руби его! Руби! Руби! Дайте ему саблю! Да. А если у тебя свалит? Дай ему саблю! Ты нам живой нужен. Людей учить будешь. Руби! 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 Безоруженных не убиваю. Ностальгия по каким вашим киноработам у вас осталась? И смотрите ли вы ваше кино старое? Я почти не смотрю эти фильмы. Своим? Да. Я смотрю как будто на чужого человека. Это была молодость, это совсем другой человек был. Но иногда на минуты три я задерживаюсь. Потому что с каждой съемкой вспоминается, или на экране, с каждым эпизодом вспоминается, где это снималось, с кем я вместе был. Я вспоминаю, что мы после съемки делали. Я вообще кино выбирал, ну почти всегда, по составу, кто играли там. У меня в свое время была возможность выбирать фильмы. Я шел туда, где были интересные партнеры. И когда я о кино сейчас вспоминаю, тогда в основном, с кем я вместе работал, о чем мы говорили. Вот эти люди самые главные для меня. Ваше величество, прежде чем я буду повешен, я прошу вас приблизиться ко мне. И поцеловать меня в те уста, которыми я не говорю по-фламандски. Прошу вас. Нет, просьбы я, конечно, не смогу исполнить. И ты не будешь повешен, Оленшпиллер. Благодарю вас. А ну, снимайте веревки. Развязывайте руки, быстрее. Да, здравствует император! Я очень горд, когда кто-нибудь из знакомых снимается много, хорошо снимается. Вот как Володя Гостюхин. Вот я смотрю его и вспоминаю о наших встречах, о партнерстве, о разговорах. И дети капитана Гранта. И вместе с Колей Еременко. Мы были хорошие друзья. Во время этих съемок. И сейчас контакты пропали. Коли уже нет с нами, к сожалению. Так что эти фильмы я смотрю так довольно рационально. Ну, разрешите мне высказать весьма простое соображение. Индия – это прекрасная страна. Она полна неожиданностей для путешественников. Да, мы, наверное, не бывали там. А поскольку у вас увеселительное путешествие, то стоит вам немножко повернуть руль и Дункан направится прямо в Калькутту. Вчерашний спектакль я посмотрела полностью искрится юмором. Есть такое, ну, расхожее мнение о горячих эстонских людях, о своеобразном эстонском юморе. Этот спектакль, поминки по-эстонски, это, наверное, такой самый удачный драматургический материал, что в последнее время написано. Это молодой драматург Андрус Кивира написал это. И для нас это было полной неожиданностью, что она так успешно идет. Это как бы зеркало. Перед зрителями стоит зеркало. И все знакомые, кто смотрели этот спектакль, говорят, это точно как в нашей семье. Это спектакль про эстонцев. Залы все время полны народу. Все узнают себя, родителей, родственников, вообще самого себя. А как был воспринят этот спектакль публикой совершенно другой, вот, скажем, на фестивале в Москве? На фестивале было довольно много эстонцев в зале. И они, конечно, смеялись на правильных местах. И удивительно было, что смеялись на тех местах, к которым мы не привыкали, реагировали на тех местах неожиданно. Это был, видимо, московский, местная публика. Так что я думаю, что в этом спектакле есть иронический материал для тех, кто сами эстонцы, и для тех, кто смотрит нас со стороны. Потому что у нас все-таки у каждой национальности есть свои какие-то характерные черты. Если мы уже заговорили о характерных чертах эстонца, вот что для вас, вкратце, вот эти характерные черты? Так как мы живем в таком, так сказать, мы живем на перекрестке. Отсюда можно, идешь налево, попадешь на запад. Идешь направо, попадешь в Россию. Идешь туда, там море впереди. Идешь туда, там лес. И поэтому, чтобы тут жив остаться, нужно было пахать, пахать и пахать. И все время соседи на нас нападали. С ними надо было еще как-то. Если не силой, то умом. И поэтому вот так формировался характер эстонский. У вас в Беларуси немножко другой климат, скажем, помягче. Но все равно у вас тоже нужно иметь 4 пальто. 4 пары обуви. Зимние, осенние, весенние, летние. И для того, чтобы это сделать и купить, нужно было все время работать, работать. В Индии хорошо. Там можно босиком ходить и под бананом лежать, упадет тебе в рот. И поэтому, то, что эстонцы пахали, пахали, пахали и в это же время еще над собой смеялись, вот это, наверное, есть эстонский характер. Он что, сдурел? Я ему сейчас такую ночь покажу. Он что... А? Что? Меня? А? А? Китос. Thank you very much. Сори. Сори. А что? Так. Спасибо, ребята. Пойдите в Таллине, заходите. Перитус ездим на дачу мою. По-английски поупражняемся. Всего хорошего. Что он сказал? Что он сказал? Чухонец! Зато вы граница. В театре вы играете и самые крохотные роли, как я поняла. Ну, как я могу отказаться, когда я нужен? У нас труппа небольшая, и поэтому, если я нужен, я даже... у меня даже в голову не приходит роль, что... мысль, что я не буду там участвовать. А почему? Кто я и... 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 А что это мне делает, если я в этом детском спектакле участвую? Что отнимает у меня что-то, наоборот, прибавляет? А вы играете в детских спектаклях? Еще полтора года назад играл этого... ловил собак. Когда я выходил на сцену, все дети орали, что... убегайте, собаки, убегайте. Он пришел. Интересно же. Я дам за нее мешок золота. Я тебе советую из этого золота... отлить ее статую. Сбережешь мешочек золотишко, и девочка будет, как живая. Но его шеф интересует вся твоя сокровищница. Сообщишь нам точные координаты. Укажешь, где ловушки. Иначе тебе, девочки, не видать. Верните сначала дочь. Ты забыл, что условия диктуем мы. Как вы вспоминаете вашего Тиля? И вспоминается ли он? Тиль был шанс. Меня пригласили неожиданно молодого актера из... можно так сказать, из провинции. И для меня это была большая школа. Я почти каждый день снимался вместе с Евгением Павловичем Леоновым. И я могу сейчас на данном этапе сказать, что это самый большой учитель у меня. Для меня и в кино, и вообще в мышлении, и в работе. И все эти партнеры, с кем я снимался, это же такая золотая обойма советского кино. Это я. Ты, ты! Мое сало от доброго питания! А ты? Ты гнутый ржавый гвоздь! Всю жизнь жрал протухшую селедку и тресковую кожу! Мой отец спрашивает, согласны ли вы помериться с ним силой в честном бою? Кулаками и ногами! Мы согласны! Ты что? С ума сошел? Не бойся! Что, толстяк, в штаны наложил? А? Ха-ха-ха! Лама, 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 ты что? Лама, лама! Лама! Лама, 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 лама. Художественная сторона вот этого дела, она у меня вызывает немножко такие протесты. По-моему, в этом фильме я бы ускорил время и вырезал бы половина из этого фильма но раньше как-то по-другому время текло и в кино тоже наверное да может быть я вам честно скажу что мне уже сниматься неинтересно я это все проходил во мне нет уже куража и нет желания я как-то очень это это уже работа стала и поэтому мне даже не нечего ответить вам а последняя вот эта работа в фильме или это из разряда вот тех работ о которых нечего ответить нет это как раз не из того ряда там были очень очень интересные партнеры играл вместе со своим сыном там впервые и и режиссура была профессиональная интересная но сейчас и сроки другие это как это как капиталистическая продюсерская система которая требует быстро быстро дешевле и все она немножко мне не по душе у вас две ваших режиссерских работы в кино сейчас у вас никаких таких нет кинопроектов ну раньше всего я спросил бы у себя а зачем мне очень много предлагали работать еще и даже были какие-то ну скажем вторая часть картины радости среднего возраста вот как они сейчас выглядят я задаю себе вопрос а зачем я стал актером активно работаю в театре и ну но не хочется мне вырваться опять с корнями и иди в кино и мне интереснее смотреть фильмы чем самому делать вы очень любезны я ничего не понимаю это я ничего не понимаю убирается отсюда вон убийца — А спектакли в других театрах, спектакли, которые на слуху, о которых много пишется, говорится, насколько это для вас интересно? — Мне нравятся такие спектакли молодых, где делаются сумасшедшие вещи. Потому что я в этом и узнаю себя в молодости, и вижу какую-то такую смелость идти через стену. Но и в то же время мне близок, как актеру самому, работающему в театре, классический подход психологии человека. То, что я считаю интересным. Так что я как зритель из другого поколения, а как практикующий актер я из другого. И вот поэтому мне интересно в театре до тех пор, пока у меня то, что на сцене происходит, пока она меня держит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда я сейчас вспоминаю прошлые встречи с людьми, может быть, эти имена совсем другие, чем были тогда. Некоторые люди меня учили, читая их книги, например, их воспоминания. и я сейчас читаю одну из самых лучших биографий это книга олега борисова который написал его сын знаков припоминания и случайно вчера вечером мне знакомый позвонил и говорит слушай твой фильм идет по телевизору я включил и как раз на эту сцену попал где я играю с олегом борисовым и прошло много лет я считаю его может быть самым колоссальным актером русского русской сцены и русского кино я в тот момент когда я снимался с борисовым из гундарева и зельдиным я не понимал как это как это прекрасно что я могу играть с такими колоссальными актерами мы все разные же и и у всех разные самомнение и у всех разная философия отношения к своей работе и мне 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 интересно когда интересно если не интересно я тоже мыть начинаю куда вы месье поганель меня интересует что находится за этими скалами смотрите не заблудитесь не забудьте милорд что ваш покорный слуга географ с мировым именем и со всемирно известной рассеянностью не беспокойтесь я вернусь когда услышу запах обеда ну За сколько лет вы уже работаете в этом театре? Я в этом театре работал три раза. Два раза уходил, сейчас работаю где-то 15 лет. Я работал 17 лет в кино, только в кино. Я вообще в театре не работал. И после этого я делал два фильма, ставил в этом театре несколько спектаклей, потом стал актером и больше из этой профессии не выходил. Это уже надо с корнями уходить. Если в режиссуру идти. Я, можно сказать, себя считаю солдатом. Да, солдат. Да, это из-за мост, если я не говорю. Киси, как он? О-хо-хо! КАС СЕ ОН МИСТР МЕЛИК? СЕЕ ВОИБООЛА КАМИСМЕЛИК! МА ЭТЕА! ТАЛЬЮЛЕКОНСИЯЛ ВАДАКИ ИСЕЙ! КАС ТЕ ТЕ ОЛЕТЕ? ТЕ ОЛЕТЕ САРЛАТАН! КАС ТЕ ТЕ ОЛЕКСАСИ ОБЕР? ИЛОК, ВАГЕСИЛЬ! Вы были в этом театре три раза. В чем изменилась жизнь вот этого театра? В этом театре к худшему изменилось только то, что рядом нет тех людей, с кем я играл. А к худшему изменилось самое главное, что вообще человеку дано, это мышление. Я живу в совсем другом государстве, я живу в другой системе. Я мыслю по-другому, потому что все вокруг меня мыслят по-другому. Мои дети мыслят по-другому. И я никогда в жизни ни за какие блага не вернулся бы в тот театр, в той системе, в том государстве, где это раньше было. Мы играем в свободном театре, в свободной стране. Это самое-самое-самое, что вообще человеку дано. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ